Большие вести продолжают вести Ульяновск, студия Легтюрин. Добрый день, мы готовы рассказать о главном. Дождались, фельдшерско-акушерский пункт построили в лесной были. Это приходилось ехать через Новый город, соответственно, Новый город, потом в Чердаклы и также обратно. Здесь оказывается доврачебная терапевтическая и педиатрическая помощь, также процедуры, прививки населению. ФАП должен открыть до конца этого года. Личный семейный консультант. Кому будет полезен такой помощник? Это будет специалист, который будет знать все потребности семьи и который будет способен добавлять все необходимые наши государственные, муниципальные усилия для оказания помощи семье в режиме трехновых. Заседание областного совета по семейной и демографической политике. Репортаж Кристины Агафоновой. Когда инвалидность не помеха в стремлении стать настоящим профессионалом. Неправильно проведенный массаж может навредить человеку. Поставил перед собой задачу, цель и достиг успехов. Я очень рада этому. Одно золото и два серебра привезли ульгановцы с национального чемпионата Обилимпикс. Сенатор нашего региона Сергей Рябухин стал лауреатом премии национальное величие. Это звание за выдающийся вклад в научную, общественную и государственную деятельность первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам присвоили в номинации ответственности и благородства. Церемония награждения прошла в Москве в торгово-промышленной палате. Среди лауреатов премии прошлых лет художественный руководитель Ленкома Марк Захаров, экс-президент торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков, заслуженные тренеры Ирина Винер и Татьяна Тарасова, доктор медицинских наук Леонид Рошаль. В рамках нацпроекта здравоохранения в регионе продолжают открывать фельдшерско-куршерские пункты. Один из них построен в поселке Лесная Быль Чердоклинского района. До открытия осталось совсем немного. А пока жителям поселка приходится ездить в Чердоклинскую районную больницу. Очень удобно, потому что Чердокли маршрутка ходит всего раз в неделю. А если, допустим, вызывать анализы сегодня, завтра, послезавтра, то это приходилось ехать через Новый город, соответственно, Новый город, потом в Чердокли и также обратно. Здесь оказывается доврачебная терапевтическая и педиатрическая помощь, также процедуры, прививки населению детскому и взрослому. В рамках национального проекта здравоохранения построен только первый ФАП этот. Еще планируется строительство трех ФАПов. В село Петровском на следующий год планируется, потом в селе станции Бряндина и, думаю, что будет поселок Первомайский. А в поселке Лесная Быль ФАП заработает уже к Новому году. Здесь будет кабинет фельдшера, комната персонала, кабинет акушера, процедурная, стерилизационная. Мебель и оборудование должны завести в ближайшие дни. Дополнительные меры поддержки для многодетных родителей и семейный консультант для каждого дома. Реформирование работы профильного министерства глава региона обсудил на заседании областного совета по демографической и семейной политике. О каких самых острых проблемах ульяновцы рассказали губернатору лично, узнала Кристина Агафонова. Раннее утро. Главу региона встречает многодетные родители. Жилой квартал вблизи нового города растет с каждым часом. Проложена у нас в этом году асфальтная крошка. Вот как вы видите, уже спокойно, наверное, почувствовали на минивене, уже спокойно вы проезжаете сюда. К бесплатным земельным участкам подвели электричество, завершает строительство водопровода. Нам к весне, когда начинается основной строительный период, чтобы у нас максимальные вопросы все были решены. Добраться до земельных участков в Луговом не так просто. В этом году здесь определяют приоритетные участки дорог для обустройства. Для того, чтобы помочь в реализации проекта, мы подготовили предложение для наших многодетных. Наши компании разработали типовые проекты с площадью от 70 до 150 квадратных метров. То есть семья из пяти человек, семья из семи человек. В зависимости от того, сколько детей. А в новом году многодетные родители смогут еще и компенсировать затраты на строительство. Причем форму социальной поддержки выберут сами. Будь то 300 тысяч рублей на первоначальный взнос по кредиту или 700 тысяч рублей после регистрации дома. Такого шанса в России никогда не было. Дали землю и туда еще сети подвели. О таком шансе в семье Харудиновых начали задумываться всего несколько месяцев назад. В гости к многодетным глава региона пришел не с пустыми руками. Сейчас он покатает, потом это на твой грузовик. Они оба не поседы. Вот он еще маленький, пока непонятно. Но тоже за ним все повторяет. У нас трое детей, ждем девочку. Большими планами большой семьи делятся за чашка чая. Энергичным малышам подбирают занятия по душе. В детском саду богатый выбор. Английский язык, хореография, да. Но все платно. Вот для многодетных какие-то скидки будут. Бесплатно ты где? В садике. У нас будет совещание, мы точно решим проблему. Мы точно решим, чтобы вам было бесплатно. Но вообще в целом многодетным семьям будет очень бесплатно. Это неправильно. Время формировать новый подход к сопровождению семьи в регионе. Перейти от заявительных процедур к выявительной основе. Профильное министерство давно требует перезагрузки. Мы готовы заложить в идею такой подход реформирования министерства на семейных консультантов. Это будет специалист, который будет знать все потребности семьи. И который будет способен вовлечь все необходимые наши государственные муниципальные усилия для оказания помощи семье в режиме одного окна. Семейными консультантами станут социальные работники и психологи. В пилотном режиме такие службы уже работают в Павловском, Ульяновском районах, а также в левобережной части областного центра. Кристина Агафонова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Бывший сотрудник полиции из Николаевского района признан виновным в смертельном ДТП. На этих жутких кадрах видно, что шансов остаться в живых у 34-летнего мотоциклиста не было. ДТП произошло 22 мая. Тогда 27-летний участковый, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, врезался в мотоцикл, который двигался по встречному направлению. Мотоциклист скончался на месте происшествия. Приговором суда бывшему участковому полиции, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он должен выплатить родственникам погибшего 1,5 млн. рублей. Снизить плату за отопление для многоквартирных домов, даже для хрущевок, перелеснувших полувековой юбилей. Это вполне реально. В 16-этажке дом у номера 55 по улице Промышленной всего 30 лет. Но для определенного износа здания это все же срок. И жители данного дома за счет средств, которые копили на капремонт, на специальном счете установили прибор погодного регулирования. В итоге повысилась степень энергоэффективности дома. Собственники жилья получили экономию в потреблении тепловой энергии и, следовательно, стали меньше платить за данную услугу. «Основной эффект, вы знаете, получается как раз в межсезонье. Понимаем мы это, да? То есть, когда сильные морозы, прибор, он работает по максималке, то есть, как обычно. А самый эффект получается именно в межсезонье. Весна очень, осень. Когда у нас вот эти вот крики души, перетопы, открытые форточки, балконы. И не знаем, кому претензию предъявить, то ли ресурсникам, то ли управляющим организациям. А здесь все уже автоматизировано». Плюсом здесь стала и обработка труб отопления специальной тепло-шумоизоляционной мастикой, разработанной в Ульяновске. «У нас как бы в оболочке находятся все эти трубы. То есть, визуально мы не можем определить, в каком состоянии эта труба. И начинаем, как говорится, аварийно латать, когда начинают протечки. Эта мастика, она позволяет определять визуально. Во-вторых, она еще предохраняет от коррозии, конденсата». Опыт показывает, что установка таких приборов регулирования окупается за год. Кроме того, более половины затрат на проведение капремонта могут вернуть из федерального бюджета обратно на спецсчет. В фонд модернизации ЖКХ заявку на установку данного оборудования сегодня еще можно подать. А в планах жильцов дома номер 55 по улице Промышленной сэкономленные деньги направить на ремонт электропроводки или крыши. Переформатирование партийных проектов, реорганизация общественных приемных и кадровой перестановки. В региональном отделении партии «Единая Россия» наметили задачи на предстоящий политический сезон. О том, как будет строиться партийная работа на президиуме, говорили с учетом 19-го съезда партии. По его итогам, ульянским делегатам удалось провести ряд успешных переговоров в Москве и привлечь в областную казну дополнительное финансирование. Поэтому в самое ближайшее время, 2020 и последующие годы, мы будем обеспечивать не просто устойчивое развитие, а прежде всего обеспечивать ускоренный рост экономики. Мы просто поставим перед собой гигантскую задачу, связанную с ростом расходов дома хозяйств на конечное потребление. Мы хотим, чтобы у людей появились деньги, чтобы у людей появилась большая покупательская способность. По словам секретаря оригинального отделения, своеобразное развитие ждет и общественной приемной партии. По его же словам, работа с обращениями жителей будет вестись с использованием цифровых технологий. То есть, фактически, это будет такой информационно-аналитический центр общественной приемной, который будет давать человеку любую информацию, фактически любую, которую он захочет получить по этому муниципальному образованию. И, безусловно, он сможет оставить в правозащитный центр через вот это такие техническое перевооружение и свою проблему, и свою жалобу, и свой вопрос. Еще один партийный проект – правозащитные центры. По словам Василия Гвоздева, в них граждане смогут получить полное сопровождение в решении своих проблем. Заниматься этим будут адвокаты, юристы и депутаты. Вот этот триумферат, наверное, это правоприменительная деятельность и законотворческая деятельность. Она будет вестись на протяжении, ну, столько, сколько будет правозащитные центры жить, потому что люди нуждаются именно не столько в юридических иногда услугах, сколько в услугах правозащитных. Это несколько шире, чем юридические услуги. Планируется, что первые правозащитные центры заработают уже в декабре. Жители муниципалитетов области смогут получить юридическую помощь в январе 2020 года. В Москве подвели итоги национального чемпионата Обилимпикс – единственной в России площадки, где свои профессиональные навыки показывают люди с инвалидностью. На финал соревнований съехались почти две тысячи участников со всей страны. Это школьники, студенты и специалисты. В сборную нашего региона вошли 20 человек и выступили они более чем достойно. На их счету золото и два серебра. Одним из призеров стал студент фармколледжа Илья Чернышев. Почетное второе место в компетенции массажист далось непросто. Для этого Илья полгода занимался со своим наставником по несколько часов в день. Постоянно просил подготовки, поставил перед собой задачу, цель и достиг успехов. Я очень рада этому. Хороший массажист чувствует пациента, едва прикоснувшись к нему руками. Сейчас Илья стремится именно к этому. Подолгу пропадает в массажном кабинете, чтобы безошибочно определять диагноз и ставить человека на ноги. Хорошо знать основы анатомии, чтобы помогать людям, чтобы приносить пользу. Потому что неправильно проведенный массаж может навредить человеку. Конкурс позади, но и сейчас Илья оттачивает свое мастерство. Подтягивает теорию, грамотно варьирует дозировку и темп массажа. Будущий медик знает здоровье пациента в его руках. А если руки золотые, то на поправку больной пойдет уже после первых сеансов. И у меня на этом все. Сразу после информации о погоде смотрите интерактивное шоу «Кто против». Вести следят за событиями региона.